2017 год, благодаря выходу серии декретов и указов для Беларуси, оказался по-настоящему переломным. Тем, кто давно хотел открыть свое дело, сделать это стало гораздо проще. Уже действующим бизнесменам тем более. Сократили проверки, ослабили внешний контроль. Кроме того, без регистрации предпринимательства теперь можно осуществлять новый вид экономической деятельности. В результате раскрепощения деловой инициативы бюджет пополняется дополнительными доходами и создаются новые рабочие места. О событиях социально-экономической жизни страны и области в 2017-м материал Марина Джалой. Ключевым документом по улучшению бизнес-климата стал декрет номер 7 о развитии предпринимательства. Он минимизировал вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усилил их ответственность за свою работу перед обществом. Например, указ номер 337 о регулировании деятельности физических лиц расширил перечень видов экономической деятельности, которыми можно заниматься без регистрации индивидуального предпринимательства. Указ номер 345 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания принят для стимулирования деловой активности и исключения излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования. 364 указ об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности расширил перечень видов этой деятельности и дал возможность мастерам продавать свою продукцию через интернет. Указ номер 365 о развитии агроэкотуризма расширил возможности для оказания услуг в этой сфере. Например, стало возможным проведение свадеб и банкетов. Ближе к концу 2017 года президент Александр Лукашенко подписал фундаментальный и масштабный документ «Декрет о развитии цифровой экономики». Он направлен на создание таких условий, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт. Уже сейчас можно говорить о том, что в Гомеле давно и успешно работают в этом направлении. Эффективно трудятся не только мощные международные компании. Заявляют о себе и отдельные специалисты IT-сферы – разработчики новых мобильных продуктов. В регионе набирает обороты стартап-движение. Например, активно и плодотворно сотрудничает с вузами технопарк. В результате у каждого талантливого студента есть шанс быть замеченным и востребованным. Чтобы укреплять международное сотрудничество в отдельных сферах, важно иметь и крепкие политические связи. Например, в Гомеле в декабре прошло заседание Совета министров союзного государства. С участием главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова обсуждались проекты бюджета союзного государства на 2018 год, приоритетное направление развития на период до 2022 года и создание равных условий для субъектов хозяйствования. Кроме того, в 2017-м наш регион посетили десятки зарубежных делегаций. Для представителей ряда стран визиты в Гомель стали традиционными, в их числе Италия, Швеция, Голландия, Украина, Китай. Кстати, в международном сотрудничестве с КНР появляются и новые партнеры на уровне отдельных провинций. Впервые в этом году у нас побывала делегация из Ляочена. По результатам визита были налажены партнерские отношения с нашим областным центром. Для экономики Гомеля это очень важно. Его внешний торговый оборот 2,5 миллиарда долларов в год. С Китаем пока всего 50 миллионов. Чтобы увеличить доходность экономики региона, нужно активнее укреплять ее в каждом районе. Особенно это касается тех, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 2017-м в годовщину техногенной катастрофы президенты Беларуси и Украины приняли участие в мероприятиях, которые прошли в нашей области. Александр Лукашенко и Петр Порошенко во время встречи высказали намерение сделать все возможное, чтобы активизировать работу по созданию новых совместных предприятий в различных отраслях экономики. Приоритетным должно стать взаимодействие в промышленности, нефтехимическом комплексе, аграрной и транспортно-логистической сферах. Сотрудничество с Украиной в 2017-м году также укреплялось на уровне регионов. Ряд договоренностей был подписан с Херсонской областью. Сначала зарубежную делегацию принимал Гомель, затем представители власти нашего региона посетили Херсон. Украинцы выразили заинтересованность в сотрудничестве в качестве резидентов свободной экономической зоны, технопарка, в сфере воздушных перевозок и совместном производстве сельхозтехники. Кстати, сельскохозяйственные машины Гомсельмаша в 2017-м году в очередной раз продемонстрировали свои плюсы и возможности работы в сложных погодных условиях. Ведь год для агрария в области был непростым, но общими усилиями удалось достичь высоких результатов. Об этом во время торжественного собрания на областных дожинках в Житковичах говорил председатель Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Дворник. Так, по итогам сельскохозяйственного года на 13% выросла выручка и в 2,5 раза увеличена прибыль от реализации продукции. Гомельские хлеборобы произвели почти 1,3 млн тонн зерна, что выше прошлогоднего. Регион занимает лидирующие позиции в стране и по показателям развития животноводства. В 2017 году наша молочная продукция начала экспортироваться в Китай. За счет освоения таких новых рынков, как Непал, Аман, Сингапур, Сирия, Турция, Вьетнам, Чехия, география экспорта товаров расширилась до 27 стран. Год был успешным и в строительной сфере. Введено в эксплуатацию более 440 тысяч квадратных метров жилья. Это на 50 тысяч метров превысило годовое задание. И здесь наш регион на первом месте в Беларуси. Активно застраивались многие микрорайоны областного центра. Больше всего многоэтажек построили в 2017 году в 59 микрорайоне. Новоселами шести новых домов стали более 600 семей. В 2018 здесь появится еще несколько высоток. Свободная площадь на исходе, но в планах строительства рядом двух новых микрорайонов. 59 А и 59 Б. Новые микрорайоны требуют и соответствующей инфраструктуры. В конце года в 19 микрорайоне Гомеля открыли первый в стране детский сад в многоэтажке. Это стало событием действительно республиканского масштаба. Ведь проблема нехватки садов в микрорайонах новостроек актуальна для всех крупных городов. Подобные объекты при первой возможности планируют построить в других новых микрорайонах. Если проект окажется успешным, аналогичный опыт распространят и на прочие регионы страны. Не менее значимым подарком к Новому году стало открытие в области двух домов семейного типа. Один появился в Гомеле, второй в Лоеве. Настоящая новогодняя сказка об уютном доме и любящих родителях стала явью для 14 деток. Хотелось бы, чтобы и у каждого жителя нашей области в Новом году сбылось его самое заветное желание. А 2018-й стал удачным и благополучным для экономики всей нашей страны. Марина Джалая, Василий Осипцов. Новости недели.